Всем привет! Вы на канале SwapZone, мы в Краснодаре. Сегодня у нас будет необычный свап обычного газелевского мотора в обычную газель Next. Почему он необычный? Потому что обычно мы ставим обычный 3UZ, а этот мотор для нас необычный, хотя для обычной газели он обычный. Это новый ZMZ 405-24, это Евро-4. Газель 2017 года, тоже Евро-4. И заказчик привез нам двигатель, привез новую коробку, привез новый кардан, новый бак. В общем, максимум запчастей, которых только можно было купить, заказчик предоставил. От нас требуется только установка. Заказчик попросил, чтобы мы сделали в том же формате, в котором мы обычно работаем. Чтобы открывая капот, не казалось так, что что-то сделано колхозно, чтобы выглядело все максимально по-заводскому. Естественно, в дальнейшем этот автомобиль будет оформляться. Но я бы хотел акцентировать свое внимание все-таки на моторе. Я прекрасно понимаю, что это никуда не едущий, не валящий мотор. И это не сравнивается с UZ. И я не считаю, что это правильный свап, потому что финансов здесь будет вложено приблизительно по цене UZ. Ну, может, чуть поменьше. Единственный момент, что UZ бушный, а этот у нас новый. Говорят, что этот мотор ходимый. Я же в эти подробности никогда не вдавался и никогда не считал этот мотор вообще в принципе за мотор. Но нас попросили сделать свою работу, и мы ее сделаем. А подетально я сейчас вам постараюсь рассказать, какие трудности, с чем мы столкнулись и вообще сложно ли это. Кардан абсолютно стандартный. Как я уже сказал, новая коробка, новое сцепление. Все абсолютно здесь новое. Траверсу я купил. Датчик скорости пришлось тоже купить. И несмотря на то, что у каменца фишка другая, тут валяется у нас вот такая вот переходочка. В общем, я ее выбросил и сделал все по заводскому, так сказать. Кронштейн мы купили от трехсоставной коробки, поэтому его пришлось тоже доработать. Далее мы здесь расположим топливный фильтр, топливные магистрали. И вот в эту проводку я доложу по заводскому питающий провод насоса. Все. Здесь вот эта у нас часть, это предоставил заказчик для того, чтобы сохранить джойстик в салоне. Собственно говоря, по низу больше переделок, кроме как переварить выхлоп. Но для нас это вообще не проблема, никаких нет. Обратите внимание, бензобак, он тоже абсолютно новый. Заказчик его купил, потому что старый протекал. В общем, такой газель, апгрейд, все ставим, только новое. Сегодня пятый день, как мы занимаемся свапом этого чудо-мотора. За это время поставили гур, сделали магистраль высокого давления гидроусилителя. Сделали трубку под сцепление, прокачали сцепление. По сцеплению были некие сложности, потому что объем рабочего на обычной газели больше, чем на Next и на Camense. Поэтому сам главный тоже пришлось ставить от газели обычной, а не от Next. А это сулит такими сложностями, как бачок упирается в кронштейн расширительного бачка. Это нужно было вести к токарю. В общем, вроде мелочевка, но свап остается свапом и на все это тратится время. Также сделали топливную магистраль, тоже там немножко переехали с одной стороны на другую. Но в целом ничего сложного. По электрике, электрика собрана на 95%, но я пока не проматываю, потому что только после того, как мы заведем, я подключу диагностику, все посмотрим, проверим. Только после этого будет финишная промотка. На топливный насос я заложил прямо в стандартную косу, в стандартные разъемы, пины у меня есть. На диагностику я вывел, на панель приборов нужно докидывать датчик давления масла. Ну и, в общем, пока все вот так, но осталось уже, по сути, собрать только охлаждение. И по нему мы, кстати, тоже решили, что будем делать не вот эту вот муфту, которая здесь стоит, а сделаем нормальный диффузор с двумя электровентиляторами, но управлять этим всем будет либо сам блок управления МИКАС, либо этим будет управлять КАН-адаптер, который нам оживит панель. Так что продолжаем. Сегодня шестой день, как мы занимаемся машиной. Мы готовы к первому запуску. Масла залиты, бензин залит. Вот это у нас магистраль охлаждения закольцованная. Сейчас мы попробуем его запустить. Если все нормально, перегоним на другую машину место, потому что яма нам больше не нужна. Давайте пробовать. Поехали. Ух ты! Субтитры сделал DimaTorzok Человек идет под зонтом, паротник подняв у плаща. Ноги он волочит с трудом, не уйди ему одашь я. Но нет, он грустит в человек, а другом тоскует душа. Думает он, как бы взять где? Где? Миллион долларов в США. Миллион, миллион долларов в США. Миллион. Так выглядит законченная версия установленного радиатора. Хотя нет, не законченная. Еще радиатор на гидровусилителе. И жизнь будет хороша. Ну что, у нас первый выезд. Сейчас посмотрим, что это такое. Нужно поменять троса на кулисе КПП, потому что они имеют уже люфт. И из-за этого отключения становятся неточными, но заказчик согласился, что самостоятельно их поменяют. Поэтому мы будем ездить так. Чтобы лицом была хороша, и еще, чтобы банк не лежал. Ну что, газку? Вторая? О, да. О, да. Это божественно. Миллион. Боллараб США. Миллион, миллион. И жизнь будет хороша. Миллион, мирон. Боллараб США. Миллион, миллион. Такое корызе. Просто пиздец. Так. так тут наверное будет видно спидометр попробую разогнаться как следует чтобы оценить все прелесть этого мотора так 10 километров в час 121500 оборотов газ в пол а пушка пушка это кайф мы едем это уже хорошо передачи с завода 3 уже как какие-то звуки как будто вовремя вот 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 лучше 3457 а кому не нужно на а да там у кого чеки начали валится чеков у нас кстати стопка нормально об этом тоже поговорим автомобиль собран в принципе можно выдавать я уже прокатился вы только что сами видели но есть один нюанс блок управления микс один сет и который управляет 405 мотором имеет одну особенность сигнал на температуру на датчик температуры который видно в салоне идет по шиму и наш адаптер был не готов воспринять видимо настолько модную разработку завода газ и поэтому нам пришлось уйти на аналог для этого мы сняли корпус термостата потому что для того чтобы что-то сделать с термостатом нужно обязательно снять корпус термостата по-другому на этом двигатель не получается сняли корпус термостата просверлили отверстие установили аналоговый датчик и теперь ожидаем поступления канадаптера который будет работать непосредственно с датчиком тем 106 ну и раз уже затронули электрику то хотел бы обратить внимание что все релюшки у нас теперь живут вот в этом блоке в блоке подкапотном газели next здесь у нас реле стартера реле топливного насоса реле есть главное для моторника и есть еще реле просто зажигание которое разгружает бортовую систему запитывая тем самым весь мотор еще одной особенностью электрики можно считать что этот двигатель должен управлять электромагнитной муфтой которая стоит на шкиве помпы для охлаждения крыльчаткой через диффузор радиатора охлаждения но мы пошли другим путем мы установили электро вентиляторы на радиатор электро вентиляторы эти от nissana bluebird по моему и управление которое шло на эту муфту я перей начал сделал свое реле отдельно на эти электро вентиляторы соответственно блок управления двигателем включает то же самое реле но реле уже включает не муфту а электро винты так намного лучше и сейчас мы посмотрим в диагностике в каком режиме работают электро вентиляторы в каком где они начинают включаться и где отключаются так диагностический разъем остался в стандартном месте и сейчас подключимся посмотрим что у нас по температуре так но пока нагревается у нас чек горит потому что у нас лямбда зонт не подключен 2 а также плат сорбер сейчас дождемся когда прогреется когда откроется термостат и посмотрим как долго работают электро вентиляторы 90 градусов и кстати за время покатушек двигатель успокоился и гидрокомпенсаторы перестали трещать 91 на 93 сработают электро вентилятор 90 отключаются и далее у нас инерционно температура будет падать до 84 по моему она уйдет теперь о сложностях как я уже говорил изначально траверсу приходится переднюю выдвигать то есть на родные каменцевские опоры не встает упираться начинает в кабину и везде мы выдвигали немного траверса пересверливали дырки в раме соответственно заднюю траверсу после чего нам пришлось переделать все-таки приемную трубу от коллектора выхлопного потому что там рядом рулевая рейка при этом нужно учитывать размещение лямбда зонда далее это сцепление как я уже говорил нужен токарь нужно там немного дорабатывать напильником трубка спускается по кабине переходит на другую сторону ну естественно тормозная обычная трубка вот топливо топливо тоже перескакивает на другую сторону в раме внутри по распорке и выходит у нас с пассажирской стороны потому что на 405 топливная рейка с этой стороны еще и сложности можно отнести такой момент как впускной трак фильтр газель next от двигателя каменс который по моему 125 сильный ну в общем не увеличенного объема он сюда становится там опоры мы снесли сделали свои но у нас получается коллектор впускной смотрит в сторону водителя и вот здесь вот стоит высший фильтр поэтому вот такая загибулина нужно в общем болгарка методом подбора в магазине несколько патрубков и с учетом того что двигатели этот очень сильно трясется мы использовали на дроссель приемный патрубок от ума за 42 16 на нем есть гармошка а дальше болгар очки подпилили там еще один угол под 45 тем самым собрали все как нужно дмрв у нас прикручивается в сам корпус воздушного фильтра и в принципе эта система будет работать из сложностей это еще у нас радиатор радиатор несложно от его тека взяли купили привернули но на него нужно дорабатывать радиатор охлаждения масла двигателя а также ну в нашем случае были электровентиляторы ну естественно какие-то доработки по выхлопу и в принципе все остальное здесь все только бери и делай теперь давайте затронем немного финансовую составляющую этого проекта обзор финансово будет не точным потому что некоторых цен я не знаю поэтому кое-что будет примерно например начнем с двигателя это я не знаю сколько стоит примерно я думаю стоит 220 тысяч рублей к двигателю была куплена коса это где-то 10000 рублей и был куплен блок управления двигателем это еще где-то тысяч 10 наверное далее был приобретен насос гура 5000 рублей плюс кардан где-то 16000 рублей плюс была куплена кпп это где-то 60 ну предположим там со сцеплением без я не знаю был куплен рабочий и главный ну предположим 2 500 может быть я ошибаюсь плюс был куплен топливный бак вместе с модулем где-то 10000 рублей это были те позиции которые привез заказчик поэтому этих цен я могу не знать мы покупали только вот здесь давайте по чекам значит 2 484 1625 1466 1496 580 для 582 ну ладно 8 430 это у нас был радиатор и 3 599 3 599 хомут кронштейн насоса гуру кран кстати кронштейн насоса гур такая себе позиция он очень хлипкий из завода и весь болтается считается так далее 4 361 здесь у нас датчик кислородный газель евро 3 двигатель 405 пробка расширительного бачка и трос капота мы решили поменять потому что он был печальный 4 719 это у нас фильтр воздушный в сборе шланг масляный шаштуцером радиатор масляный газель и реле 70 ампер на это мы собирали впуск и охлаждение масла масла двигателя здесь 10 378 здесь у нас масло shell helix в двигатель кастрол в коробку антифриз и клапан бензобака обратный плюс 1665 здесь у нас труба радиатора верхняя датчик температуры труба шланга воздушного фильтра газель каменс и шланг воздухозаборный три позиции это мы собирали впуск и того мы имеем 374 тысячи 305 рублей далее за работу за всю нашу проделанную работу мы взяли заказчика 100 тысяч рублей 474 тысячи и прибавляем еще канадаптер который будет стоить 5000 рублей и сюда же 1000 у нас ушла на бензин получается 480 тысяч 305 рублей цена данного проекта еще чуть-чуть и можно было установить в принципе двигатель 3уз но 3уз был бы бушный и собственно как обычно это бывает мы бы собирали все нестандартно здесь же абсолютно по факту стандартно обычная газель обычный двигатель в принципе двигатель этот оформится и если кто-то скажет что его сюда оформить нельзя то нет его оформить можно если вы сомневаетесь можете приехать ко мне и я вам оформлю 500 тысяч рублей за 405 мотор я считаю что это много но мое мнение здесь не важно здесь гораздо интереснее ваше мнение поэтому я бы хотел чтобы вы написали в комментариях стоит она того или нет ведь за эту сумму мы по факту получили абсолютно новый мотор новую коробку все новое давайте пишите мы будем читать как-то наверно год или полтора назад мы подключали двигатель 409 pro в газель next я на нем прокатился и ощущение по сравнению с этим то 9409 он реально едет и у него хорошая середина то есть сначала нету верхов тоже нету но вот именно по центру в этом диапазоне оборот он едет достаточно неплохо и 409 ему очевидно уступает и если бы я был бы на месте заказчика то я бы определенно выбрал 409 потому да я уверен что там сумма не особо отличается там нет колоссальных различий как например в узетах то максимум там ну сколько ну 40 тысяч разницы зато был бы намного приемистей но это не наше дело и вполне возможно 405 все-таки раскатается потому что он абсолютно новый как там старые вот эти вот поговорки нужно покататься 2000 километрах на двух тысячах оборотов чтобы все притерлось зеркало набилось хон сойдет на нет в общем третья передача перестанет быть потому что она тоже разработается а может быть и нет но мы об этом уже не узнаем потому что подобные проекты все-таки на обслуживание мы не берем мы работаем по большей части с японскими моторами вот автомобиль возит хлеб хлеб всему голова я же с вами прощаюсь до скорых встреч всем пока пойдет чё по свапу по свапу получилось ухта потому что он не едет честно признаться я вот такой убегу никогда бы не стал ставить ну еще сто тысяч сто двадцать тысяч на узете бы полетел бы по своему черному побережью черноморскому хлеб бы этот бы вот так вот вася летал оттуда блядь ну где где-то это где-то пятерка что ты давай не лед 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 и жизнь будет хороша и два